Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Алмазный край». Мы продолжаем работать для вас в режиме самоизоляции и рассказывать о главных событиях жизни Алмазного региона. С вами Кристина Дорофеева и коротко о главном. Нарушители режима. Полицейские региона проверили, кто не сидит дома. Лед тронулся. Начался ледоход на лене. Проходит без ЧП. Месяц дома. Как изменил привычный будний семей региона режим самоизоляции. Доставят все. Почта России расширяет список услуг из-за пандемии. Начнем с главных новостей. За минувшие выходные количество заразившихся COVID-19 в Якутии выросло до 170 человек. Три пациента в Якутске находятся в крайне тяжелом состоянии. Двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В Ангаласском районе подтвердился диагноз у сотрудника районной больницы. В медучреждении, где он работает, введен карантин. При этом в Алдане четверо пациентов выписаны после выздоровления. Напряженной остается обстановка на Чайдинском месторождении. Там взяты анализы 10,5 тысяч работников. Результаты ожидаются. Вместе с тем, тяжелые больные с Чайдинском месторождении, они сегодня проходят лечение не только в Ямало-Нинском округе, но и в республике Саха-Якутия. У нас порядка 50 с лишним людей уже на сегодняшний день с Чайдинском месторождении проходят лечение в больницах Ленска и города Якутска. Состояние их, у некоторых, оценивается достаточно тяжелым. 27 апреля глава Якутии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь в Миринском районе граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга в общественных местах и транспорте. Исключение – легковое такси. Правила ужесточены для регионов, где действует режим повышенной готовности, обязательной самоизоляции и карантина. Жители по-прежнему обязаны оставаться дома и выходить на улицу только в случае необходимости – в магазин, больницу или на работу. Пожилые люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим строгой самоизоляции. Оставаться дома – им помогают волонтеры. Также Айсен Николаев установил в Миринском, Ленском и ряде других районов Якутии обязательный масочный режим. К сожалению, много поступает жалоб со стороны и жителей, и контролирующие органы постоянно это видят, что масочный режим именно в торговле, к сожалению, не всегда выдерживается со стороны непосредственно самих предпринимателей. Я считаю, что вот это надо приводить в порядок. Масочный режим – это обязательное сегодня условие. Добавим, организации, которые работают в эти дни, должны нанести специальную разметку в здании и установить специальный режим допуска. Также работодатели обязаны обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. Утвержденные правила будут действовать до отмены режима повышенной готовности. К другим темам. На территорию республики Саха-Якутия вошел ледоход. Утром 27 апреля лед начал движение в районе поселка Витим. В этом году движение льда началось на 13 суток раньше многолетних значений. Так, в 2019 году он пересек границу республики 9 мая. С началом ледохода в Ленском районе, который встречает его первым, вводится режим повышенной готовности. К вечеру 27 апреля в Ленск прибыла оперативная группа, которая отслеживает прохождение ледохода на реке. За двое суток спасатели дважды облетали акваторию реки на вертолете. Теперь об обстановке на Лене и других реках Якутии специалисты будут ежедневно докладывать в Центральное управление МЧС России. По данным, на 14 часов 28 апреля нижняя кромка ледохода находится у поселка Пеледуй Ленского района, а верхняя – у населенного пункта Визирной Иркутской области. За сутки ледоход продвинулся на 121 километр. В районе Ленска его ждут 30 апреля или 1 мая. В состав оперативной группы входит 15 человек, в том числе команда специалистов взрывников. На дежурстве в городе Ленск находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Для проведения гидрологического мониторинга на реках Лена в зоне ответственности оперативной группы привлечено 10 гидрологических постов. В Мирном, как показывают ежедневные рейды полицейских, большинство горожан не выходят из дома без особых причин. Но остаются и те, кто пренебрегает правилами. Какие миры к таким людям применяются сегодня, узнавала Иванна Филиппова. О том, почему опасно гулять в парке или на улице, сотрудники полиции объясняют всем, независимо от возраста. Многие относятся с пониманием. В принципе, люди спокойно реагируют. В основном молодежи очень много. Если люди в возрасте выходят, то это выходят те, у кого там, может, действительно, там сердце больное или еще что-то там хотят посидеть. Конечно, говорят, что у нас же не карантин введен. Но стараемся объяснять, что у нас полная самоизоляция. Чем отличается карантин от самоизоляции? Первый подразумевает жесткую ограничительную меру. Его должны соблюдать те, кто вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировали с заболевшими COVID-19. В течение 14 дней запрещено выходить из дома. Что касается самоизоляции, его ввели в Россию 30 марта для всех категорий граждан. Им разрешено при крайней необходимости выходить из своих жилых помещений, то есть квартир, до ближайшего магазина сходить, до аптеки сходить, купить лекарства, либо выуглить своих домашних животных, но не далее, чем 100 метров от их места жительства. С 1 апреля вступил в силу федеральный закон, который значительно ужесточает ответственность граждан за нарушение режима самоизоляции. Предусмотрены штрафные санкции. Однако ежедневные рейды по городу носят скорее разъяснительный характер. Если вы готовы идете, надевайте маски, перчатки. А вот тем, кто не соблюдает режим самоизоляции, после возвращения с других регионов или контакта с зараженным COVID-19, меры ужесточены. Если правоохранительные органы составят протокол о повторном нарушении режима, разъяснить правомерность своих действий граждане смогут только в суде. 20.6.1 статья. То есть эта статья предусматривает на первый раз предупреждение, потом на второй раз уже по усмотрению судей. Но как положено, уже пойдет в более жесткой мере. Там уже будет предусмотрен штраф от 1000 рублей. Полиция неуполномочена накладывать штрафы. Штрафы накладывает в суд. Но мы, когда фиксируем правонарушения, мы, штулян, сбор материалов, весь собранный материал, мы на следующий день направляем в районный суд, не городской, а районный суд, он рассматривает вот эти вот санкции по нашим статьям. Ситуация в республике по-прежнему остается сложной. Количество зараженных COVID-19 неуклончиво растет. По словам экспертов, главная составляющая по борьбе с инфекцией – общая ответственность граждан. Только самоизоляция позволит предотвратить распространение коронавируса. В России можно подводить итоги первого месяца самоизоляции. Все это время российские семьи оставались дома и учились совместному проживанию по новым правилам, когда все находятся дома 24 часа. Освоено дистанционное обучение и семейный досуг. Появляются и конфликты. Какие правила нужно соблюдать в семье в период самоизоляции, чтобы сохранить здоровые отношения, расскажет Олеся Васева. Все игры переиграны. Надоели компьютерные приставки, телефон и мультики. Весь последний месяц у Артема прошел дома, как и у всех российских детей. Обучение, не выходя из комнаты, активные игры здесь же. Погулять можно разве что на балконе. А родители школьников под конец первого месяца самоизоляции слышат заветные слова. Я хочу в школу, потому что я уже соскучился по учителям, по одноклассникам, по всем, скучился. Еще сильнее школьных будней не хватает подростка. В таком возрасте, говорят психологи, у них на первом месте друзья. Сейчас же все общение сводится к онлайн-переписке. Да и на нее зачастую времени не хватает. Большой объем заданий ежедневно поступают по программе дистанционного школьного обучения. Большинство времени у меня занимает, конечно же, учеба. Задают много, ну, больше, чем в школе. Всякие там тесты, проверочные работы. Конечно, уже хочется, чтобы это все уже закончилось, потому что как-то даже скучаю я по школе, по одноклассникам, по общению. Самоизоляция – серьезные испытания для семьи, говорят психологи. Когда все находятся дома вместе 24 часа в сутки, требуется введение новых правил взаимодействия. Главное из них – личное пространство. Каждому из семьи для сохранения психического здоровья требуется 1-2 часа в день на одиночество. В семье Кузьменко это понимают. Стараются сохранять позитивный настрой. В период самоизоляции психологи рекомендуют уделять больше внимания детям. Сейчас самые большие шансы познакомиться с ними поближе. Можно выдумать новые игры или вспомнить хорошо забытые старые. В помощь, кстати, интернет. Там можно найти множество творческих мастер-классов. В отсутствии прогулок хорошей альтернативой может встать пикник на балконе. Это подойдет и дошколятам, и младшим школьникам. Особое внимание в этот период психологи рекомендуют уделить подросткам. Им действительно тяжело оставаться дома. В школу они ходят для того, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Это нужно учитывать и в период самоизоляции. И дать возможность детям общаться с помощью тех же гаджетов. Не начинать резко их ограничивать. И выстроить все-таки и учебу, и всю деятельность через общение. И побольше самому общаться. Стать другом своему ребенку. Сложно сделать, но специалисты советуют все же расслабиться и не нервничать в этот сложный период. Все, что вы можете сделать сейчас, это осуществить комфортную передержку детей в непредназначенных для этого условиях. Если ваши дети в это время будут читать книги, смотреть уроки онлайн, общаться с одноклассниками в соцсетях, дышать свежим воздухом на балконе или научиться убирать свои игрушки, вы уже можете считать себя супер-родителями. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Почта России из-за пандемии коронавирусной инфекции увеличила количество услуг, которые можно получить, не выходя из дома. Так, например, айхальцы могут оставить заявку на доставку продуктов из ассортимента почтового отделения. Какие еще услуги можно получить, не выходя из дома, расскажем далее. Ежедневно Инна Соколова преодолевает 13 тысяч шагов. Это примерно 9 километров. К такой нагрузке девушка привыкла, хоть и работает почтальоном всего два месяца. В дни самоизоляции Инна разносит не только письма или газеты. Доставляет и посылки до 2,5 килограммов тем, кто в этом нуждается. Услуга обойдется в 100 рублей. Клиенты остаются довольными. Держите вашу посылочку. И питаемся. Спасибо большое. Пожалуйста. Хороший сервис. До свидания. Айхальская почта работает в особом порядке. Режим работы сократили. Теперь операторы трудятся с 9 до 18 часов, 5 дней в неделю. В общий зал пускает не больше 4-х человек. Посетителям рекомендуют соблюдать дистанцию. Для этого на полу нанесли специальную разметку. Предпринимаются меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов. В отделении регулярно проветривается помещение. Проводится влажная уборка и дезинфекция. Сотрудникам выдаются маски, перчатки и санитайзеры. Чтобы не посещать почтовое отделение в период пандемии, увеличили и срок хранения посылок. Теперь в почтовом отделении они могут храниться до 60 дней. Совершенно бесплатно доставят почтальоны и пенсии на дом. К тому же собой у сотрудника почты мобильный почтово-кассовый терминал. Помогут почтальоны оплатить и другие услуги. На дому можно оплатить коммунальные платежи, оформить страховки и подписку на любые издания. Сейчас у нас идет льготная подписка на второй полугодии 2020 года. Почта России рекомендует оставаться дома и воспользоваться цифровыми сервисами. Только в апреле айхальские почтальоны доставили около 250 пенсий на дом и 70 посылок. Оформить доставку можно на сайте или в мобильном приложении Почта России. Альбина Шарафидинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Власти Удачного готовятся к благоустройству поселка. Как только сходит снег, администрация города инспектирует объекты, отремонтированные в прошлые годы. После зимы хорошо видны недоделки подрядчиков и обнажившиеся новые проблемы. Так, в этом году мэрия осталась недовольна работами по покраске фасадов домов. Экспертиза показала, технология работ соблюдена, но, возможно, проблема в качестве самой краски. Пришла в негодность тротуарная плитка и фрагменты полотна на проезжих частях. Недочеты администрация собирает неспроста. Гарантийный срок по большинству объектов – 5 лет. Выявленные недостатки власти города планируют исправить за счет подрядных организаций, выполнявших работы. Отстаивать права администрации Удачного приходится и через суд, согласно законодательству. За свой счет подрядчик устраняет эти недостатки. И посмотрим, как в этом году у нас ситуация развивается. Если будут замечания, значит, за свой счет вновь они будут менять то, что, скажем так, пострадало за зимний период. В Айхальском комбинате к паводку готовы. Еще в марте обогатители начали готовиться к весеннему половодию на хвостохранилищах фабрики номер 14. На участке зачистили так называемые «нагорные канавы». Они отводят талые воды от хвостохранилища. Также сейчас очищают руслоотводы водоотпускных гильз. Для этого задействованы бульдозеры и экскаваторы. На эти цели в 2020 году Алроса выделила более 2,5 миллионов рублей. Противопаводковые мероприятия проводят и на хвостохранилище обогатительной фабрики номер 8. Хотя фабрика и остановлена 8, хвостохранилище продолжает действовать. И мы также не имеем права допустить попадание природной воды в хвостохранилище, что может привести к переливу и размыв дамбы. Это в худшем случае. И поэтому у нас пока до полной рекультивации хвостохранилище будет работать. И контроль, как за работающим хвостохранилищем, за ним остается. На этом все. Новости региона доступны в интернете. Подписывайтесь на «Алмазный край» в Инстаграм, ВКонтакте и Ютуб. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова